А эта тема становится актуальной, особенно в послепраздничные дни. Около 17 тысяч жителей Ярославской области страдают хроническим алкоголизмом. У тысячи из них отмечают симптомы острого алкогольного психоза. За минувший год в регионе выросло число наркоманов. Чтобы попытаться вернуть пациентов к нормальной жизни, в Ярославле открытое седьмое реабилитационное деление. В Ярославле растет число наркоманов, только выявленных больных, которые стоят на учете, больше тысячи. Еще 700 человек попали в наркобольницу после употребления психоактивных веществ. Как правило, это спайсы. Повысилась и смертность от передозировок. Говорят, алкоголизм и наркомания не лечатся. Но здесь стараются сделать все, чтобы вернуть таких пациентов к нормальной жизни. Реабилитационное отделение номер 7 открыто в Ярославле на резинотехнике год назад. За это время через него прошли около двух сотен пациентов. В реабилитационном отделении разработана и работает комплексная мультидисциплинарная система, где с пациентом работают, кроме врачей-психиатров-наркологов, психотерапевты, психологи, социальные работники и консультанты из лиц, которые ранее употребляли наркотики, которые сейчас находятся в стойкой ремиссии. Под отделение переделали один из отремонтированных лечебных корпусов. Сейчас здесь чисто, уютно, есть необходимое современное оборудование. Сюда обращаются не только ярославцы, но и жители из разных районов области. По словам врачей, успех во многом зависит от того, насколько сам человек хочет расстаться со своими пагубными привычками. В нашем отделении мы занимаемся медицинской реабилитацией. Это только начало. И здесь созданы все условия для того, чтобы начать, для того, чтобы пациент пришел сюда. Ну и, естественно, сам больной должен чего-то хотеть. Создать такие условия, чтобы не хотелось заглядывать в бутылку или брать в руки иглу, это главное, для чего открывали реабилитационное отделение. Всего здесь 35 коек. Не так уж много, если учесть количество нуждающихся в помощи. Помимо лечения, есть возможности отвлечь внимание от ненужных мыслей. Молельная комната, куда раз в неделю приезжает батюшка наставлять пациентов. Есть небольшая библиотека, бильярд, настольный теннис. Телевизор тоже имеется, но его используют для просмотра специальных лечебных программ. У нас очень уважительное отношение к каждому пациенту. Стараемся всех называть по имени-отчеству. Мы расспрашиваем их пожелания. Мы всегда вместе решаем какие-то проблемы. Нет какого-то четкого, директивного решения, что нужно поступать так-то, так-то и так-то. Всегда решаем с пациентами по терапии, по срокам и по лечению, по видам лечения. Пациентам здесь комфортно. Как минимум, это не коридор и четыре стены. Они достаточно разнообразно время проводят. Цель пребывания здесь – научить обходиться без ненужных и вредных допингов. Вновь открыть для себя, что жизнь прекрасна в разных своих проявлениях. Поскольку считается, что безделие нередко толкает людей к порокам, здесь стараются загружать различными занятиями. Врачи убеждены, что пациентам помогает арт-терапия, занятия спортом и даже посадка растений. Это тоже лечит и душу, и тело. Субтитры создавал DimaTorzok